Чем махаться вблизи, лучше ругаться издали, а чем быть неделю кобылой, лучше один день жеребцом. Привет, златолики и бронтозавры! С вами Федорович, а значит сейчас у вас два варианта. Первый – прозреть, узрев великую силу самых лучших и мощных мастеров. А второй – уйти в запой, без надежной попытки все это забыть. Но пока вы не выбрали второе, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео с кемтом. Его тоже нужно спасать. Как обеспокоенный бобер, который постоянно бегает к речке в страхе ее не увидеть, настоящие мастера постоянно выдумывают нереальные приемы в страхе, что великая сила чьих покинет. Поэтому они используют даже запрещенные техники, на которые мало кто может не то что делать, а просто смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Разве вы не знали, что сейчас все гопники при нападении сразу хватают за промежность? А самые матерые из них делают это сзади, просовывая руку между ног. Это самый крутой прием из всех, которые я видел. Подкрасться сзади, присесть, засунуть руку между ног, чтобы схватить противника за бубенцы и заставить визжать, как девка. Что может быть более эффективно в реальной уличной драке? Конечно, вы можете сказать, что эти приемы совсем не для защиты от гопников, а предназначены всем любителям голубой устрицы. А там-то мы знаем, как часто мужики в кожаных одеждах совершают свои подлые нападения на невинных мужчин в камуфляже. В общем, не знаю, как вы, а нормальные бойцы точно возьмут эти приемы на вооружение. Только вместо дрыщавого напарника нужно брать для отработки красивую девчонку-модель. Пускай понападает и поделает захваты, как на видео. Как барабан, который привык к ударам, этот мастер уже настолько привык к потоку сил и чьи, что выдумают все новые и новые стили, которые бы могли его развить еще больше. В общем, как наркоман, которому дозы все время мало. Ну, мы будем делать тай-чьи топ-секрет вещи, что многие люди не показывают. И теперь мы будем работать на далиан кат. Первое, что мы делаем, что мы делаем воду, и воду. И тогда фир. Тай-чьи классики говорят, что вы должны быть плакать как и кат. Вы должны быть плакать, и тогда вы можете делать металл. Аппетит приходит с первым кусочком, ссора с первым словом, а великая вселенская сила с первыми движениями лучших стилей. Действительно, у мастерства нет предела, а у настоящего мастера нет конца его фантазии и стилям. Ведь животных-то много, и придумать можно многое. На самом деле, вам может показаться на первый взгляд, что стиль кошки – это какая-то лажа. Ведь одно дело тигр, змея, дракон, но кошка. Что она делает в бою? Ложится, чтобы ее погладили? Но в этом и есть секретность стиля. Наш мастер может не только шипеть на врага и царапать его грязными ногтями, но также может применить главное оружие – в самый разгар боя, сесть на пол и лизать яйца, как это делают все нормальные коты. Тогда противник точно будет повержен и шокирован. Но если вы думаете, что сенсей на этом остановился – очень зря. Ведь кого угодно можно назвать конем педальным, но только избранных конем морским. Ведь этот стиль могут освоить не единицы, а те, кто освоит, сразу становятся избранным, ибо могут плавать в безграничной вселенной силы ци. Беда начинается с длинного языка, но для настоящего мастера длинный язык – это залог успеха и кучи учеников. Особенно, когда ты не какой-то там жалкий боец, а настоящий управленец силой чи, да еще и владеющий техникой отравленной руки. Здесь в основном, и здесь в общественном объеме, и здесь в обильном помещении. Здесь uhh, в общем, у мастера – это обильный, хрен, это после – как у них футболисты. Они нужны, которые нужны, они нужны, , Если вы после такой демонстрации Скорости и силы Еще не залезли в ужасе под стол Тогда вы настоящий мужик Который бесстрашно может перенести Любую атаку великих мастеров Особенно словесную Ведь после такого рассказа Уже можно ссыкануть Конечно с одной стороны мужик неплохо Сработал руками в стиле лучших бойцов Винчуна, убрал защиту Нанес пару ударов по шее Вот только весь этот рассказ Про энерго мышцы и меридианы Чи явно лишний Ведь после нормальной серии ударов Совершенно не важно Попадешь ли ты в точку Чи на левом яйце Или меридиан справа на шее Или тупо в нос или челюсть Результат будет тот же Пишите в комменты Какая техника вам больше понравилась Захват паховой мышцы сзади Или удар губами морского конька Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик Ставьте лайк И делитесь видео с друзьями А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании И обязательно посмотрите Супер видео в описании Благодарю за просмотр И настойчивости в тренировках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok